добрый день уважаемые друзья с вами 10 на кухне добро пожаловать на наш канал и сегодня мы начинаем готовить квашеные блюда мы сегодня готовим квашеные синие с морковочкой с индереем и чесночком для этого нам понадобятся вот такие вот продукты ребята уже в общем-то перечислил но перечислил еще раз конечно синие баклажаны нам нужны морковочка лучок синдерей зелененький с длинными стручками такими стержнем длинным чесночок сахарок уксус черный перец соль масло ребятки сейчас быстренько раздеребанию продукты и расскажу что с чем буду делать и куда кидать и как это готовить увидимся и так ребята что я сделал в первую очередь я спрятал синдерейчик в холодильник чтоб он не завял это раз лучочек нарезал кубиком морковочку натер на терочку получилось у нас вот кубиком таким большим синие ребята разрезал на две части да на две части сделал такие надрезы внутри на одном покажу сразу вам 100 поставил воду кипятить кстати для синих мы будем закипать кипяченую подсоленную воду подвете я делаю вот таким вот образом надрезы ребятки мне делаю глубоко насквозь не прорезая вот чтобы они про полностью хорошо потом проварились все очень все просто и на две части соответственно то же самое на других то же самое сделал абсолютно ребятки что мы сейчас сделаем поставил казанчик налил налил масло в казанчик греется масло отправляю сейчас в казанчик пока не закипает водичка а и подготовил гору столовую ложку с горкой соли для того чтобы отварилась синий чтоб не крутить понятно уже подготовил отдельно хотя кто любит покрутить кто может и покрутить а у некоторых есть такие крутилки на килограмма 05 я видел то там можно крутить и сразу куча соли высыпается мои маленькие одесские просто для помидорах там для огурчиков посолить и конечно то что мы солим с вами все все отправляем лучок и буду тушить его именно тушить ребята даже не жарить он нужен в синих тушеный лук должен быть для вкуса здесь ну конечно в процессе обжарится у нас ребятки водичка закипает пока нет соли не кидал лучочек уже как бы казани все лук обжариваем тушим тогда такого золотисто тушеного цвета я знаю знаю вы скажете что ты же любишь поджаренный ты все равно зажаришь может и поджарено такое количество вряд ли все ребятки вернусь к вам когда водичка закипит и покажу что конечно делать поменял местами закипела водичка лучочек тушится вода кипит отправляю соль так как я говорил столовая ложка сборкой сюда он подправил есть помешали сейчас опять же закипит ребята чуть-чуть буквально соль растворится она всегда гасит кипения соль соль растворится нагреется закипит водичка дальше буквально немножечко времени прикрою чтобы стрела это был процесс и пододвигая наши синие сейчас первую очередь этому на стороночку пока мисс и отправляю сейчас все водичка закипает и отправляю наши синие синички на 5-10 минут бланшироваться ребята не варить мы бланшируем наши синие так как они достаточно толстые думаю эти синие буду где-то минут 10 бланшировать все направляю это после закипания ребята когда закипит вы отправляете синие водичка закипает и 5-10 минут они бланшируются нашей подсоленной воде мы можем их немножечко мешать вот так все отправляют синячки наши как баклажаны у нас в одессе привыкли называть их синими все отправил наши баклажаны посмотрите они уже плавают в процессе они сейчас закипят и с этого момента я засеку 5 10 10 минут все-таки для этих синих а вы смотрите по своему размеру для этих синих сейчас они у нас немножко все-таки по стареют то есть немножечко сожмутся в отличие от некоторых сказаний но все будет вкусно увидимся ребята его перетушился наш лучок посмотрите что-таки я немножечко его и подтушил и поджарил как обычно вы знаете я люблю поджаренная ребята и сейчас частями буду забрасывать морковку почему частями потому что потихонечку носок будет выпускать потому что вся мой может не поместиться вот беру прямо руками забрасываю сколько забросится хотя может быть и всю посмотрю все-вся поместится значит все я думаю что думал частями ну давайте давайте все таки двумя порциями забросим как капусту сейчас перемешаю с лучком возьму с лучком все перемешаю о чтоб красиво все было и затем сейчас немножечко она потушится заброшу вторую партию морковочки и тушим до именно уже здесь тушим ребятки не жарим морковку тушим можно даже огонек основное чтобы она не стала мягенькой потому что она вкусная вот именно протушенная с лучком синик не забудем посолить поперчить еще ее тоже потому что у нас синие с посоль на воде варятся и это тоже мы просаливаем проперчиваем хотя мы будем делать и заливку еще раз но все равно все солим перчим полностью заливочку сделаем я покажу как я делаю заливочку чтоб не появлялась при квашении вот эта белая плесень которая нам не нравится всегда почему-то у всех она появляется я покажу почему что я делаю для этого это будет маленький секрет увидимся ребятки все посмотрите наша морковочка перетушила сейчас я посолю под перчу как я говорил все мы солим перчем достаточно хорошо солим жарки и хорошо перчим если вдруг не соленая печеная пробуем добавляем по вкусу перемешиваем ребята по вкусу пробуем и отправляем остужать так же самое наши синие тоже уже готовы вынимаем и отправляем также сама с наша с нашей морковочкой остужать ребят вернусь к вам когда это все остынет и покажу что будем делать сейчас перемешаю как раз соль солью и перцем нашу морковочку с луком красота ребятки и пока не с наши баклажаны которые будут квасе со фаршированной морковкой и синдереем остывают традиционно анекдот от меня от одессита на кухне баклажаны в общем-то закусочное блюдо и такой анекдот к мне встретился на моем пути анекдотном ребятки в случае в ресторане официант приносит блюдо и клиент говорит а почему говорит ваши баклажаны закусочные квашеные так пахнет водкой официант отходя на два шага назад учтиво спрашивает клиента а сейчас ребятки все острите разложил синенькие по размеру как мы резали их морковочка с лучком с солью перцем остыла синдереечек порезал длинные отдельно отложил эти коротенькие меньше соус ребята заправочка чтобы то что я говорил что не появлялась белая плесень здесь у нас чесночок сахар соль перец уксус и сейчас добавим еще масло сейчас приват добавляем масло где-то я думаю в два раза больше чем есть соус я имею то что с чесночком там все остальное все достаточно там посмотрим все есть гадки все размешиваю придирает красота и у вас не будет вот этой белой плесень которая сверху обычно подготовил такую посудинку пластиковую я всегда пластике готовлю кто хоть и хочет на эмалировной кастрюли может готовить ребятки я готовлю в пластике всегда синий все и начинаем приготовление чего мы начинаем ребята мы начинаем синдерея в кастрюльку скидываем вниз вот как раз беру такие самые низ не длинные синдерейки которые не нужны будут вот так вот кастрюльку мы скидываем на низ все есть ребята вот вы выставляю на передний план специально эту пластиковую штучку все здесь соль перец на не нужно уберу все убрал соль перец все дальше нам нужны будут длинные синдерейки пока мы сюда их перелаживаю все и начнем ребятки что я делаю первое вот синдерей и немножечко подливки на низ немножко буквально вот так прям по пару ложечек вот так раз я буду их как слоями значит как наполеон когда приготовим торт наполеон со слоями и начинаем фаршировать ребята беру наш синий так вот разминаю немножечко его и смотрите у нас четыре синих мне нужно на четыре порции да вот так беру от 1 2 так вот на 4 порции примерно разделил нашу начиночку и начинаю начинять ребят по одесски возьмем руками что смысл вот этого всего вот так вот вот так вот смотрите какая красота получается руками всегда лучше чем вот эти ложки вилки всегда вкуснее больше помещается так берем следующий наш 7 сверху закрываем все напоминаю что сильнее у нас под соленый под перчиной берем длинный самый этот синдерей и раз есть еще не такую по длине и берем и вот так вот беру снизу прижимаю пальцем едва есть никаких не так ребята вот это то что вы видите это это все ерунда а вот первая партия пошла где-то там поломалось это там нет ничего страшного вот так вот прижимаем есть ребятки вот первый синие на сейчас мы здесь рядышком еще один положим большой возьмем сразу большой есть опять же разжимаем так вот раз плюс кого эти у нас мягенький синий 1 2 и вот как раз на это прямо ручкой вот это то что мы разделили следующий порт выставляю я вот почему-то люблю больше морковку вот в синих не знаю почему но больше мне нравится когда она промаринуется с синдереем совсем очень люблю морковку из-за этого больше морковки кида вы смотрите сами хотите меньше морковки киньте меньше закрываем и то же самое творим берем самые длинные вот такой вот длинный синдерей чик и вот так раз как ниточкой никаких не так вот это то что вы видите на базаре но зачем эти нитки зачем это железо в нитках кстати есть железо потому что если арминер армированная нитка насколько я знаю швея меня поддержит зачем это железо нужно нам кушать нам нужно кушать натуральный продукт и еще один синдерейчик снизу опа цеплю пальчиком и отправлю ряд ушка но сюда же вот так вот все ребятки посмотрите первые и придавлю сразу придавлю вот первый слой у нас есть потом все уберу это все лишнее дальше грязными руками своими возьму нашу подливочку и полью потому что основная должна быть сверху самая основная все достаточно на 4 синих дальше мне нужен синдерей ребята теперь без я вот возьму отломаю листики мне нужно сейчас только листики я сейчас себе самые длинные еще вот еще длинный выберу потому что раз два сейчас еще где-то длинный выберу он 3 еще один четвертый длинный не надо 4 а все остальное вот сюда ребята прямо вот между ними отрываем листья ребят эти стебли нам не нужны нам нужны листики листики отрываем и оправляем сюда вот и так же сам уже прижимаем ребята чем больше синдерея не жадничайся синдерея тем лучше ребятки сейчас еще оставлю немножко наверх буквально пару штук и все все есть все и оставшиеся так же сама ребята ведь и рукой все при вас дело вы говорите что вы что ты не снимаешь покажи как ты это делаешь обычно делаю по-одесски ребят обычно как фарш делаю так и синий делаю таки все остальное никаких заморочек нету у нас же на кухне все просто ребят в одессе делаем вот все по простому берем очередной разомну прямо одной рукой ведь замотал сидеря одним у нас есть второе снизу синдерея как есть так есть и сразу же самое подготовлю вот эти два и замотая вот этот красавец нас сформирую сформирую его красиво есть и замотаю оставшимся синдереечка а так раз есть и еще снизу раскрылся сейчас моего раз снизу есть ребятки все отправил смотрите какая красота сейчас подправлю умоюсь как говорится а еще мне надо немножечко листьев синдерея я хочу сюда вот в листьях синдерея добавить и вот так вот никаких не так я же не надо ники ребята не надо выше осталось тарелочки берем между где-то там есть место вот так вот раз и все она будет вкусно неимоверно все ребята опять же все дальше сверху так перемешиваю и перри перекладываю даже не перекладываю просто наливаем чесночную нашу заливку вот так вот все будет через чесночную заливку заливаю полностью чтоб она покрыла сверху все ребятки сейчас помою ручки вернусь к вам и покажу что буду немножко приберу здесь потому что же мы немножко нас винячили ребята все вернулся к вами эти все аккуратненько убрал что мы дальше делаем ребята все дальше просто берем тарелочку любую удобную прижимаем делаем пресс чтоб сок вышел так потихонечку потихонечку делаем пресс чтоб нигде не вылазил а потихоньку если где-то вылезла лежали опять у меня маленькая тарелка из-за этого между я потихонечку перемещаю в разные стороны чтобы она прижалась не за этого вот так вот сок вы вышел ребята если сок не выйдет ребятки это важно чтобы тарелка покрылась полностью маслом ребята надо добавлять будет масло если сок не выйдет сейчас вернусь к вам все попрессую и вернусь к вам увидимся ребятки все вот она готова масло выдавила себя рукой выдавил и отправляем я на балкон отправляю ребятки готовить это это на недельки две-три и будет готова вернусь к вам будем пробовать и вот прошло две недельки наши синие прокласились хорошо стояли у меня на балконе поставить какая прелесть какая красота когда-то буду прямо пробовать как они есть вы можете добавить всегда и чесночка немножечко еще и острого перца и сахара кому-то кому как больше нравится масло там предостаточно ну что датки пробуем прямо вот буду отрезать раз так вот полностью возьму шок и синие был и и морковочка замечательно посмотрите какая прелесть что пробуем на пятки падает капает буду на тарелочке запах квашеных синих вам не передать ребята через камеру да да под любую блюдо вот этот синий вы можете его порезать можете кушать так владимирский вкусный ребятки посмотрите внутри открою для вас вкусно очень вкусно просто даже вот еще возьми морковочки буду отрезать по он промариновался и готовка говорится к употреблению из картошечка и с мясом и с другими даже овощами ребятки с пальчиками с колокольчиками разбирайтесь друзей к нам на канал приглашайте будем готовить дальше прислушиваемся к вашим советам столько сколько блюд столько и мнений ребята будем менять рецепты готовить еще лучше еще интереснее но конечно с одесским акцентом ребятки люблю целую обнимаю вас с вами была 10 на кухне увидимся друзья до скорых встреч пока пока